Беларусь и Молдова подписали документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Официальный визит Александра Лукашенко в эту страну оказался более чем плодотворным. Этот день главы двух государств начали уже не за столом переговоров, а в поле. Александр Лукашенко и Игорь Дадон посетили местный институт растениеводства, где с помощью белорусской техники начали посевное. Президенты посетили выставку современных агромашин, обсудили с земледельцами развитие сотрудничества, а затем вместе посадили кукурузу. Президент Молдовы выразил уверенность, что урожай будет хорошим и пообещал осенью отправить его в Беларусь в благодарность за безвозмездно поставленные в Молдову белорусские тракторы. Мы видим новое направление нашего сотрудничества, в частности с этим центром ученых Молдовы и белорусских ученых, и это меня радует. Поэтому мы с удовольствием будем с вами работать, поставлять, и не только поставлять, мы уже совместно с вами производим эту технику здесь, в Молдове. Когда-то мы начинали делать первые шаги, а сегодня уже почти половину этого трактора, например, производите в Молдове. И мы с президентом договорились, что в этом направлении будем действовать и дальше. Потому что замыкаться на одних таких торговых операциях нельзя. Надо совершенствовать отношения, надо создавать совместное предприятие. И это еще полдела. Мы договорились с президентом о том, что мы будем готовить кадры в Молдове для производства подобной техники. Тракторные, автомобильные, зерноуборочные комбайны. О том, что Белоруссия и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства, Александр Лукашенко говорил и с премьер-министром страны Павлом Филиппом. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном формате. По итогам подписаны договоры о сотрудничестве в банковской сфере между ведомствами по охране правопорядка, здравоохранении и труда, в области науки, а также в сфере энергоэффективности. Несколько документов подписали руководители регионов. У нас сложилась хорошая практика, когда мы межправкомиссию проводим два раза в год. То есть министры не успевают забыть о договоренности вчерашних, как тут наступает второе заседание. Надо что-то докладывать, отчитываться в правительстве и так далее. Таким образом мы поддерживаем высокий градус наших отношений. У нас нет никаких проблем ни по каким-либо направлениям. Пульта дипломатия, политика, военно-техническое сотрудничество. Мы задействовали весь потенциал для того, чтобы договариваться в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, производственной кооперации, инфраструктурных проектов. В Молдове успешно работает совместное производство белорусских тракторов, троллейбусов, в том числе новейших на автономном ходу. Есть предложение по организации выпуска у вас мини-тракторов, мотоблоков, городских автобусов. Очень важна вот эта мини-техника. Я посмотрел, даже приезжая сегодня и вчера по Молдове, что у вас очень много есть небольших участков в частной собственности граждан, а без мини-техники не обойтись. Хотя бы тракторок надо иметь. Мы готовы открыть у вас совместное производство и производить их аналогично, как мы производим большие тракторы, автомобили и так далее. Утром же Александр Лукашенко встретился с государственным и политическим деятелем, экс-президентом Молдовы Николаем Тимофти. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Стороны обсудили отношения двух стран, внешнюю и внутриполитическую ситуацию. Также в Кишиневе сегодня открылся совместный бизнес-форум. В нем участвуют около 60 отечественных и почти втрое больше молдавских предприятий.